Вместе по пути Чуваши и Крым намерены сотрудничать в сердце Чебоксарской ГЭС экскурсия по особому объекту. Внимание на старт. Ледовый дворец в Чебоксарах примет первых посетителей уже в первой половине нынешнего года. Чуваши и Крым сделали шаг навстречу друг друга. Официальная делегация нашей республики в эти выходные вернулась из рабочей поездки по городам Симферополя и Севастополь. Главным итогом этого визита стали подписания соглашения о сотрудничестве. Подробности у Дмитрия Ковалева. Приехать в Крым с официальным визитом Чувашскую делегацию пригласили еще в прошлом году. В сентябре на Международном экономическом форуме в Сочи главы двух регионов подписали соглашение о сотрудничестве. И вот теперь Михаил Игнатьев и Сергей Аксенов положили начало целому плану совместных мероприятий. Двум республикам вместе по пути. Это отметили участники встречи в Симферополе. К примеру, власти намерены создавать условия для поставки промышленной продукции и потребительских товаров. В Крыму обещают оказать предпринимателям административную поддержку. Есть заинтересованность в инновационных проектах, которые уже были реализованы и в Чувашии. К слову, в недавно созданном округе уже работают магазины одного из чувашских кондитерских заводов. Есть сегодня столько интересных проектов, которые можем совместно реализовать, что я думаю, что нам хватит на несколько лет вперед буквально того, что мы сегодня подпишем. Уверен, что при таком взаимодействии, особенно при уставлении личных контактов между руководителями, между министрами, дело двигается гораздо быстрее. Возникает понимание на личном уровне прогнозируемость действий партнеров. Но это действительно дорогого стоит. И наши сегодняшние рабочие средства дадут дополнительные меры стимулирования для развития наших отношений. Как среди органов государственной власти, так и, соответственно, среди наших бизнесменов. Есть отдельные проекты, идеи, которые мы наработали. Поэтому приглашаем министров ваших рукой, органов власти, муниципальное образование. Сегодня соглашение будет подписано для того, чтобы в этих личных контактах наши уже предприниматели находили друг друга, развивались, занимались экономикой. Сотрудничество в культурной сфере тоже выходит на первый план. Михаил Игнатьев пригласил творческие коллективы Крыма приехать на ежегодный фестиваль «Родники России». Договорились главы регионов и о том, что в летние лагеря Крыма по путевкам на отдых будут приезжать дети из Чувашии. В Доме Советов Симферополя подписали соглашение о содействии в области занятости населения. Документами о сотрудничестве обменялись главы администрации Батресского и Бакчисарайского районов, а города Феодосия и Новочбоксарск стали побратимами. Завершилась деловая часть обменными сувенирами. Глава Чувашии подарил Сергею Аксенову национальный наряд «Шубар». А руководитель администрации Батресского района преподнес в дар своему коллеге из Бакчисарая тюбитейку. Главной убор своими руками изготовили ученики медресе из села Шагарданы. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоглев. Республика. Из города Симферополь. Как живет республика в условиях кризиса? Об этом говорили сегодня на совещании у главы Чувашии. В целом ситуация стабильная, но есть вопросы, которые находятся под особым контролем. Об исполнении регионального бюджета за январь и февраль этого года доложила Светлана Янилина. Министр финансов считает, что пополнение бюджета в республике идет по неблагоприятному сценарию. Поступления по некоторым налоговым статьям существенно снизились. На 53% упали доходы с акцизов на алкогольную продукцию. Надо будет делать таблицу рядом. Потребление стало меньше или не стало меньше. Если стало меньше, то объективный этот факт. Если не стало меньше, то по разным схемам продается алкогольная продукция. И тем самым люди хотят, не оплачивая налоги, зарабатывать легкие денежки. Много вопросов вызывают и сборы налога с доходов физических лиц. Эксперты высказывают мнение, что если до финансового кризиса организации налогоплательщики работали по серым схемам в пределах 10-15%, то теперь эта доля может увеличиться до 30%. В таких условиях ситуацию надо контролировать ежедневно. У нас завершены уже проверки по группе компаний тракторные заводы. Мы ожидаем дополнительного поступления порядка около 100 миллионов. Кроме того, открываем еще дополнительные тематические проверки с тем, чтобы увеличить поступление платежей в бюджет. Кроме того, мы работаем по НДФЛ еще и со структурными подразделениями, с обособленными подразделениями. На учет поставлено более 3,4 тысяч этих обособленных подразделений. От них за 2014 год поступило 1,7 миллиарда и увеличение идет порядка 6%. Еще один способ сокращения расходов в казне – оптимизация численности. Она должна коснуться в первую очередь чиновничьего аппарата. В принципе, мы эту работу в 2013-2014 году провели. У нас не было ни индексации в 2013, ни в 2014, не заложено в 2015 году. И в рамках реализации указа главы мы сейчас приняли все нормативные документы по сокращению аппарата госслужащих на 10% в ближайшие два года. На заседании были рассмотрены и другие вопросы. Анастасия Алексеева, Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков, Республика. Журналисты и блогеры вместе со специалистами спустились в самое сердце Чебоксарской ГЭС. Чем связана экскурсия по особому объекту, расскажет Марина Рябцева. То, что произошло, допустим, на Саяно-Шушенской ГЭС, когда у них пропали собственные нужды, вот теперь смонтировали такую защиту, чисто она механическая. То есть, если пропадет напряжение и не будет работать там электрическая защита, значит, эта механическая защита, она в любом случае остановит гидроагрегат. Безопасность и еще раз безопасность. Трагедия на Саяно-Шушенской ГЭС заставила энергетиков пересмотреть свои взгляды на всю систему защиты. На Чебоксарской ГЭС начали устанавливать дополнительное оборудование на гидроагрегаты. Оно смонтировано уже на двух машинах. Планируется оснастить все 18 турбин. Кроме этого, на гидроэлектростанции идет реконструкция гидрогенераторов. Замена идет, она идет во плановые установленные сроки. У каждого оборудования есть свои сроки, как текущего, так и капитального ремонта. То есть, вот данные сроки проводятся и замена статоров. О возможных рисках и защите говорили сегодня не только на Чебоксарской ГЭС. Одновременно разговор в режиме телемоста шел на Рыбинской, Нижегородской, Камской, Жигулевской, Саратовской и Волжской гидроэлектростанциях. По вручению Совета гидроэлектростанциях в Росгидро была разработана программа комплексной модернизации. Эта программа начала реализовываться в 2012 году. Объем ее прогнозных ценных составляет 445 миллиардов рублей. В стратегически важной задачей специалисты считают и установку очистных сооружений. Предстоит сделать так, чтобы все протечки собрать в единую точку. И в одной точке будут гораздо более эффективные очистные сооружения стоять. И с этой точки будет уже осуществляться отвод воды в Нижний Геев наш. В настоящее время готовятся организационно-технические мероприятия. Процесс это не быстрый. Установить очистные сооружения на ГЭС планируется к 2020 году. Марина Рябцева, Николай Яковлев, Республика. Ледовый дворец столицы Чувашии скоро перестанет быть долгостроем, сказал журналист и министр физической культуры и спорта Чувашии Сергей Мельников. И аргументировал это заявление подробнее в следующем сюжете. Объект был включен в федеральную целевую программу в 2012 году. В 2013 началось активное строительство. В Чувашии подобного спортивного комплекса еще не было. По сути, в Чебоксарах создается ледовая площадка уровня континентальной хоккейной лиги. В ходе строительства периодически возникали осложнения, связанные с финансированием. Сейчас работа нормализовалась, средства есть. Вот только полностью наладить систему снегозадержания пока не позволяют погодные условия. Но последствия недавнего обвала парапета из-за большого объема выпавшего снега устранены. Единственное, генподрядчик должен был своевременно расчищать кровлю. В ручном режиме, чтобы скоплений не было большой массы снега. Что он и делал. Но когда погода пошла уже в плюс в резкие и пошли подвижки масс, генподрядчик принял решение людей не ставить на вот это крыло, на котором мы сейчас находимся, с целью того, что мог быть несчастный случай, он был бы, естественно, было согласовано с нами. А вот на внутреннюю отделку погодные факторы не влияют. Уже установлено современное холодильное оборудование для поддержки температуры льда, которое, опять же, ранее в Чувашии не применялось. Во дворце будут функционировать две ледовые площадки – игровая и тренировочная, где найдут свое развитие такие виды спорта, как хоккей, фигурное катание и шорт-трек. Даже тестовую заливку льда уже успели оценить специалисты из Санкт-Петербурга. Завершены уже более 95% строительных работ. Фактически остается только помыть, кое-где подкрасить на второй раз. Все технологическое оборудование смонтировано, завершается пусконаладка, идет поставка оборудования, оборудование, прежде всего, мебель, спортивное оборудование, его монтаж, ну и, конечно, уборка. Подумали не только об удобстве спортсменов, но и зрителей. Вместо изначально запланированных 3,5 тысяч посадочных мест, установлено около 7,5 тысяч, причем более широких и удобных, предусмотрены и вип-кабины. Один из сложнейших проектов Чувашии предполагают ввести в эксплуатацию уже в первом полугодии. Екатерина Абрамова, Николай Яковлев, Республика. В Чебоксарах прошла акция «Пешеходный переход». Вот прицел полицейских попали основные переходы, где чаще всего случаются аварии. Как показывает практика, пешеходы часто сами являются нарушителями правил дорожного движения. По итогам последнего рейда было составлено 236 административных протоколов. Акция «Пешеходный переход» коснулась и автолюбителей. Сотрудники ГИБДД выписали 159 штрафов водителям, не пропустившим пешеходов на пешеходных переходах. Премии на 4,5 миллиона рублей. На такую сумму самовольно поощрил себя бывший ректор Чувашского государственного педагогического университета. Этим фактом заинтересовались правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего ректора Чувашского государственного педагогического университета. Он подозревается в превышении должностных полномочий и присвоении в особо крупном размере. По версии следствия, в 2007-2009 годах в городе Чебоксара подозреваемый без обязательного согласования с Федеральным агентством по образованию издавал приказы об установлении себе стимулирующих выплат, премий и доплат, на основании которых ему было начислено и выплачено свыше 4,5 миллионов рублей, которыми тот распорядился по своему усмотрению. Указанными действиями Чувашскому государственному педагогическому университету был причинен ущерб на указанную сумму. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Но сотрудники наркоконтроля в очередной раз перекрыли канал поставки синтетических наркотиков в нашу республику. Деятельность преступной восьмерки, трое из участников, которые проживали в одной из стран ближнего зарубежья, была пресечена в короткие сроки. Схема криминальных действий преступников оказалась, на удивление, простой. Являясь оптовыми поставщиками, они приезжали в Чебоксары на работу так называемым вахтовым методом на срок от одного до трех месяцев. Их преступная задача вдали от родных мест была несложной. Они создавали на территории региона тайники с оптовыми партиями наркотиков. Информации о работодателях преступники не располагали. В ходе проведения наркополицейскими оперативно-розыскных мероприятий участники преступной группы были задержаны с поличным. Всего в рамках операции из незнакомого оборота было изъято порядка двух килограмм синтетических наркотических средств. На данный момент сотрудники наркоконтроля проводят оперативно-следственные мероприятия, чтобы установить личности всех членов организованной преступной группировки. Безопасность детей превыше всего. В столице республики продолжается установка камер внутреннего видеонаблюдения в детских садах. Оценить преимущество работы такого оборудования смогла и наша съемочная группа. Наталья со спокойной душой провожает своего ребенка в детский сад. Ведь в любой момент она может посмотреть, чем занят ее сын. В их детском саду уже год работают внутренние камеры видеонаблюдения. Хочется посмотреть на новые занятия. Каждый день занятия новые. Бассейн, английский. Они занимаются чтением, все изучают, все познают. Практически каждый день мы заглядываем. Или папа, или бабушка, или сестра старшая. Мы все в курсе, что происходит с нашим гарденем и где он в течение дня. Узнать и посмотреть, что же делают малыши, могут все родители в режиме онлайн с помощью специальной программы. Видеокамеры установлены во всех группах и кабинетах для занятий. Для тех родителей, кто в течение дня не проследил за своим ребенком, существует архив видеозаписей. Мы по инициативе родителей совместно с родительским комитетом решили их установить в детском саду для выяснения недоразумений. Также детский сад – это открытая система, и мы открыты для всех своих родителей. Безопасность детей дошкольных учреждений – это одна из приоритетных задач и направлений у руководства республики. В 2014 году стартовал у нас проект «Безопасный детский сад», где руководство подходит комплексно к этой проблеме и задаче. Это начиная от шлагбаумов, от уличного освещения, от асфальтного покрытия и до видеонаблюдения. Камеры внутреннего наблюдения еще только начали устанавливать. Они есть пока в двух детских садах. В перспективе же должны быть везде. В столичном управлении образования уверены, что это тот самый случай, когда цель – оправдывая средства. Татьяна Леонтьева, Расиль Мухаммедов, Республика. Герои нашего времени. Так, пожалуй, можно назвать тех, кто, несмотря на современный ритм жизни, успевает заботиться не только о себе и своих близких. Речь идет о волонтерах. Накануне представители разных волонтерских движений встретились в национальной библиотеке. Они тоже работают и учатся у них так же много дел. Им тоже хочется спать и гулять. Только вот для таких, как они, это не оправдание. Волонтеры фонда в помощи животным «Умка» и «Усатый-полосатый» помогают выжить и даже найти дом и любящих хозяев таким животным, которым многие просто побрезгуют подойти на улицы. Добровольческое движение «Добрая воля» работает с детьми, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Корпорация «Добра» несет радость в детские дома, школы, интернаты, реабилитационные центры. В нашей республике действует около полутора тысяч волонтерских команд, а это более 40 тысяч добровольцев. Мы работаем с детьми с ограниченными возможностями. Разговариваем с ними, общаемся. Это очень важно, потому что общаться с такими людьми нужно. Мучаемся у них доброте и счастью. Моя группа полностью глухие дети. Они совершенно не слышат и было страшно общаться, найти общий язык. Но мы просто, вот все видно по глазам. Кроме желания помочь их, объединил проект «Герой нашего времени» Чуваша 21 век. Его цель – повысить социальную активность людей. Сегодня подвели итоги. В этом проекте мы рассказывали о волонтерах, общественных организациях, о простых жителях нашей республики, активистах, которые что-то безвозмездно, бескорыстно делают на благо республики, на благо экологии, на благо животных, на благо людей с ограниченными возможностями. Информацию разместили на сайте женсовета Чувашской республики. Там был информационный баннер, где рассказывалось про каждого участника проекта, где они, что они, как их можно найти. Вы действительно герой нашего времени. Потому что, ну, нам понятно, что время сейчас сложное. Но помогая друг другу, поддерживая друг друга, молодые пожилых, пожилые пожилых, молодые молодых, мы делаем жизнь легче друг другу, интереснее. Волонтерское движение расширяется. Ребята сдружили, стали обмениваться идеями. Проект поддержала общественная палата Чуваши. Так что у героев нашего времени есть будущее. Ольга Пырочкина, Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Республика. Это все, что мы успели рассказать вам к этому часу. Полная информационная картина дня в вечернем выпуске программы «Республика» в 20.00. Оставайтесь с нами и всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин